Доброе оранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом НСК-49. Сегодня в студии Стас Чибриков. Доброе утро. И Лена Илюшина. Скоро Новый год, я думаю, уже давно все почувствовали эти великолепные ароматы. А это значит, что пора готовиться не только с точки зрения приготовления салатов, но еще и украсить наши дома. Как это сделать, мы узнаем сегодня. Спросим у нашей гости. Галина Желякова, доброе утро. Доброе утро. Подготовка подарков и украшения дома к Новому году – одни из самых приятных задач в списке предновогодних дел. А для создания праздничной атмосферы нужно заранее подобрать интересные идеи для оформления. Как быстро и несложно создать уникальный праздничный декор, узнаем сегодня у профессионального декоратора Галины Желяковой. Галина, вы столько всего принесли, разного интересного. Расскажите, что мы будем делать. Что мы с этим делать? Но тут есть готовые изделия. Можно поговорить об оформлении. Что можно вообще за оставшееся время сделать своими руками для украшения дома. А вот эта вот коробка, вот эта вот… А, это коробка, эти шурушки, это незаконченная композиция. Это для мастер-класса. Великолепно. Своими глазами увидим, да, как это делать? Соберем композицию со свечой. Хорошо, но это чуть попозже. Сейчас давайте немножко поговорим непосредственно про декор, да? Это вы все сами сделали? Да. Вот если на эту елочку посмотреть… А что же смотреть? Давай эту елочку трогать. Возьмите ее, да, и немножко встряхните. Она звучит. Ух ты! Она с губенчиками. Ой, здорово. И не развалилась, и позвенела. Точно приклеена. Сколько времени нужно, чтобы такую сделать? Ну, по-разному. Смотря как она быстро или не очень быстро придумывается, ну, и на сборку один час, конечно, не хватит. Вот если кто-то, кто ни разу не собирал и понимает сам принцип, и кажется, ой, да я же соберу за час. Нет. Я принцип понимаю, но я вижу, я замерю. Я к следующему Новому году, может, и соберу. Ну, к китайскому, по крайней мере, точно. Конечно. Скажите, а кто-то, какой-нибудь вот въедливый зритель может спросить? Скажите, Галин, а зачем все вот самому делать, если можно заказать в интернете? Можно заказывать. Вот существуют люди, которые этим занимаются, как, например, я. Заказывайте, пожалуйста. Либо собирайте сами. Это же зависит от вашего пожелания и умения. Можно бублик взять. Звенит? Да. Это украшение на дверь, да? Да, ну, не обязательно на дверь, можно на стену. На небольшую голову. Вообще петелька внизу. А. Да. Хотя можно было бы петельку и в другом месте расположить. Где хотим. Да. Просто я так задумывала, что декор будет сверху вниз спускаться. Это бархатный веночек. Такие же можно делать, шелком обтянутые. Вот у вас, наверное, нет проблем с подарками на Новый год, друзья. Нет. У меня очередь выстраивается и заказы принимаете. Да. А скажите по материалам. Есть какие-то ограничения? Ну, если это шишка, то никаких ограничений. Это настоящая шишка, просто окрашенная. Да, натуральные шишки, да, чуть-чуть подкрашивается и декорируется. То есть это получается такая елочная игрушка. Можно как сувенир использовать, подарить кому-то. Но вообще можно оформлять, например, окно или дверной проем. Если вы не петельку делаете, а на длинный шнурочек, допустим, или на бусы, и подвешиваете их в ряд. Скажите, а какие-то ограничения есть? Вот как сделать, чтобы было красиво, а не оляповато? А как же дорого-богато? А, ну, дорого-богато, да. Вы можете, вот посмотрите на красно-белую игру. Там всего три цвета. Серебро, белый и красный. Вот ограничивайтесь максимум тремя цветами, если вы не уверены в сочетании цветов. Берите два или три цвета. То есть красный, серебряный, это вполне себе классический, новогодний. Классика, или красный золото, или красный фиолетовый. Но остальные украшения тоже должны быть вот в этой цветовой гамме? Ну, если вы не хотите, чтобы было именно оляповато, да, по идее, ну, вообще классический, весь дом должен в одном стиле быть оформлен. Но мне кажется, что так скучно, потому что если у вас несколько комнат, есть отдельно детская, отдельно спальня родителей, отдельно гостевая там комната. То вам повезло. То вы можете оформить каждую зону, ну, как бы, каждую комнату в своем стиле. А я бы себе оформил комнату красное и золото, и прям такой, знаешь, Советский Союз, вот все так. Советское ретро. Да. Ну, это, если, допустим, ставите елочку и украшаете ее в стиле советское ретро, то нужно, чтобы у вас хоть какой-то набор советских игрушек был. А это сложно сейчас. Сложно. Игрушки имеют обыкновение биться. Бьются, да, на бложке продаются, кстати. А где вы находите как раз вот что-то редкое? Что-то редкое? Или нет в этом никакого смысла, потому что можно самому что-то создать? Ну, я не собираю. Есть люди-коллекционеры, которые вот именно к определенной эпохе, там, допустим, 18-19-й, вот совсем уже винтаж собирают, охотятся за ними, через интернет заказывают. Есть люди, которые вот стиль советский, да, советское ретро, вот эти вот игрушки советские. Ну, такая ностальгия, да, я вот недавно порылась в своих, у меня буквально вот такая горсточка сохранилась. Сохранились еще? Ну, немножко совсем. Прям так тепло стало на душе. Можно оформить, но тогда и всю комнату нужно. Должно. Серпантин где-то развесить, хрусталь бабушкин достать, на стол поставить. Шляпу дедушкину надеть. Можно и так. Ну, а в целом, если говорить о каких-то тенденциях модных, вы обращаете на них внимание? Я не очень, а если хочется обратить внимание, то можно, как сказать, оформить квартиру или дом в стиле символа приходящего года, да, вот, то есть у нас будет год зеленого деревянного дракона. Ну, это если вот хочется, да. Соответственно, все подходит, елку поставил, ты уже модный. Ты уже модный, да. Какие-то зеленые акценты сделал, допустим, в оформлении стола салфетки, зеленые свечи, может быть, дерево использовать, спилы деревьев для подкомпозиции, допустим, спил дерева использовать, деревянные подсвечники, что-то, ну, вот где-то ветки, на ветках зеленые шарики. То есть не обязательно все-все-все зеленые, но вот акцентики зеленые есть, дерево есть, все, ты уже в тренде. А вы к Восточному Новому году тоже украшаете квартиру? К февралю? Я нет, но есть люди, которым наших праздников мало, да. То есть вы ежегодно, с учетом того, какой год по Восточному календарю наступает, как-то делаете украшения, или это все от фантазии исключительно? Нет, нет, я не слежу за это, ну, то есть я слежу теоретически, я понимаю, что если кому-то надо, я на заказ сделаю. То есть в этом году, получается, все игрушки должны быть деревянные зеленые и огнедышащие? Нет, не обязательно деревянные зеленые, то есть дерево в использовании можно, допустим, есть же деревянные игрушки, саночки, вырезанные плоские такие из фанеры. Не обязательно, что вся елка только деревянными игрушками. Ну вот если вы прикупили, достали какие-то нейтральные, золотые, к примеру, свои игрушки, и к ним, ну, я имею в виду то, что золотом хорошо будет смотреться, и к ним несколько игрушек зеленых. А где вы берете идеи, вдохновение на создание новых дизайнерских вот этих штучек? Везде. В природе что-то увидела, какое-то сочетание. Мастер-классов в интернете очень много. Не только мастер-классы, просто смотришь на работы других и чем-то вдохновляешься. У кого-то увидела сочетание цветов интересное, думаешь, я в таком сочетании цветов сделаю, ну, что-то другую какую-то работу, ну, вот вкусное сочетание, понравилось. Или увидела новое какое-то крепление деталей, думаю, вот надо взять на вооружение. Скажите, а весь остальной год вы что делаете, вот когда закончился Новый год? Сезон? Нет, нет, сезонные работы. Потом же День Святого Валентина, 8 марта, Пасха и так далее. Оформление свадеб. Опять же, да? Опять же. А брошка, это тоже вы сделали? Нет. Я уже думал, мало ли. То есть, в принципе, декоратор в течение всего года без работы не останется. Конечно. Почему вы еще ничего не делаете? Столько времени. Это Стас предлагает приступить к мастер-классу. Очень интересно, как получаются вот такие произведения искусства. Ну, значит, тогда мы приступим к мастер-классу. Давайте изначально, вот, то есть, вы взяли обычную вазочку. Да, поясню, что для этого нужно. Вот у нас, допустим, мы задумали композицию со свечой. У нас такая пузатенькая, молочного цвета вазочка. Подобрали к ней веточки. Веточки сейчас я покажу, какие. А вы их там вот в вазочку? Это поролон или что это? В середине это что за? Сейчас скажу. Это оазис. Вот такую свечу в цвет подобрали. И композицию будем делать монохромную. То есть, золото и такой разбеленный желтый и белый цвет. В свечку для лучшего сцепления. А, сначала про основу. Это оазис. Оазис, он, его еще кирпичом называют, потому что они на кирпичи похожи. Вот нарезаны такие прямоугольники. Серый. Серый, потому что он используется для сухоцветов и для искусственного материала. А он еще разное цветом бывает? А зелененький, его замачивают для живых цветов. Чтобы лучше сцепление, чтобы у нас не вываливалась свеча, ее нужно укрепить, ножки ей сделать. Шпильки? Да. То есть, нарезается проволока плотная 1,2, 1,4, можно 1,6 сечения. Нагревается на свечке, например, и она уже как в масло туда входит. Все и застывает. Можно вот так вот вставлять. Ну, пока что все просто и понятно. Да. Кроме того, где же я буду, оазис. Да. Композиция будет кругленькая. Вот, поэтому мы свечу либо ставим в середину. А оазис легко обрезается, да, я так понимаю? Да. То есть, вот я, чтобы из кирпича вырезать, я перевернула вазочку, надавила немножко, у нас остался кружок. Все, поэтому круг я вырезала, ставила кусочек и срезала бока, чтобы были, ну, такое вот, обтекаемое. Ну, площадочку оставили ровную под свечку. Свечку можно поставить посередине или, если мы планируем здесь какой-то акцент спереди, то мы немножечко ее отодвигаем в заднюю часть композиции, вот так. Ну, хорошо. То есть, собственно, уже почти готова композиция. Да, да. Можем, конечно, сейчас подклеить, ну, сразу сделаем. Подклеить свечку, чтобы она не... Я к себе разверну и потом покажу. То есть, чтобы она не обываливалась, это пистолет клеевой, силиконовый клей, он расплавляется и заставает. Пока вы, Галина, силиконовым клеем свечу закрепляете, мы ненадолго прервемся. Посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала НСК-49. Не переключайтесь. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы готовимся к Новому году вместе с Галиной Желяковой. Так, Галина, мы на клей посадили, так скажем, свечу. Да, укрепили свечу. Далее. Хочу показать, из чего состоят вот эти вот коротенькие веточки. То есть, они бывают... Оказывается, они не коротенькие, смотри. Они бывают в продаже коротенькие, бывают большие ветки. И просто берем кусачки и вот так разрезаем на части. Все эти части... А можно посмотреть вот эту? Вот эту... Ты посмотри, оказывается. В принципе, ее можно как средство самообороны использовать. То есть, мы можем ее отрезать в любом необходимом месте. Да, вот здесь, например, разрезали на части. И располагаем материал с небольшими промежутками, потому что у нас же еще декор будет, шарики. И стараемся, чтобы это не было в одной плоскости, как тарелочка такая. Чуть пониже, они немножко свисать должны быть, чуть повыше. И в промежутках еще располагаем какой-то другой, ну, то есть, чтобы они не были одинаковые. Вот, например, такая заснеженная туя. Тоже на маленькие части разрезала. Я тоже искусственная, да? Да. Разрезала на маленькие части. И где-то закрываю просветы. Там вот так как-то располагаю, например. Легко входит, да? Вот, легко входит. Можно примериться. Сначала посмотреть, нравится, не нравится, а потом уже подклеить. А вот эти вот золотые, извините. Они так вот букетиками маленькими продаются. Просто их разбираешь на несколько частей. И так же вот располагаешь для того, чтобы... На свой вкус. Да, чтобы как-то блеск. Все-таки Новый год. Ну, а у кого нет вкуса, на свой безвкус делается. А можно и так. Какая разница? А обязательно клеем укреплять? Они так не будут держаться? Можно и так. Так вот, вставила держится. Но просто если хочется, чтобы мы перемещаем композицию, чтобы у нас ничего не вывалилось. Или шаловливые пальчики гостей, чтобы не повыдергивали. Да, особенно если гости дети, то это обязательно повыдергивается. Тут уж или детей не приглашают. Тогда лучше наклей. И это все надежно держится. Декор, который мы можем располагать, это могут быть вот такие декоративные шарики. Чупа-чупсы. А они сразу все идут на проволоке? Да, они вот такие вот. В таком виде продаются. В принципе, если сделать и потом аккуратно после Нового года спрятать куда-то на шкаф, то можно хоть 10 лет пользоваться. Конечно, я так и делаю. А ты знаешь, о чем я подумала? Что не крепить на клей, а использовать разные композиции каждый год. Разные? Да. Можно не крепить. Выдергивать и на следующий год уже сделать другую композицию из того же материала. Э-экономия. Которые так и делают, да. Элементы, которыми декорируем композицию, это шарики, звездочки, ну, всевозможные игрушки. Чупа-чупсы, видимо. А декорируйте уже. Да. Мы снимаем просто вот этот вот держатель с него. Вставляем шпажку, обычные шпажки вот для шашлыка, деревянные вот такие. И делаем такой новогодний шашлык. Вклеиваем. Сюда вот клей. Вклеили. И, поскольку свечу мы немножко звинули, мы сюда разместим какой-нибудь акцентик. Вот, например, такую вот ботоньерочку. Мы не будем подклеивать для скорости. Просто разместим материал. Да, и мы обещаем, что я не буду ветки выдергивать. Хорошо. И послежу за Леной, чтобы она тоже ничего. Ловлю на слове. Вот, немножечко рядом золото. Шарик добавим. И вот уже это у нас, так сказать, обретает вполне себе новогодний вид. Да. То есть чередуем. Побольше, поменьше. И ни в одной плоскости. Немножко выше, немножко ниже материал. Галина, а вот скажите, когда мы украшаем, важно украсить со всех сторон или с одной? Как знаете, бывает, елочку нарядил с одной стороны, а то, что у стенки, уже не важно. Ну, бывает, надо смотреть, бывают односторонние композиции. Вот эту мы в круговую будем оформлять равномерно. С одной стороны у нас вот будет какой-то акцент, который больше, чаще мы с этой стороны подходим, но она должна смотреться все-таки в круговую. То есть с одной стороны побогаче все-таки делаем? Ну да, немножко побогаче. Либо просто один акцент вот такой вот. Но материал по кругу вот так вот равномерно размещаем. Потому что если... Вот так вот его закрепим. Если говорить о фактурах, они тоже должны быть разные? Разные. Это важно, потому что если вы возьмете шарики одного размера, или, может, они разного размера, но одной фактуры, это будет очень скучно. А мы меняем блестящий шарик, матовый шарик, перламутровый. Шершавый, как я их называю. Такой вот глиттерный, правильно, глиттер на нем. Глиттерный. Блесточки, блесточки, да. Вот. Звездочка, формы меняем. Ну, совсем уж какафонию не нужно делать, но несколько форм и несколько фактур должно присутствовать обязательно. Скажите, а ветки, я видел такие в пульверизаторах, как бы серебрянка. Вы красите? На месте можно, да, вот, сбрызнуть? Можно покрасить самим, но зачем? Они продаются готовые. А, тоже верно. Готовые продаются. Ну, шишки, допустим, я крашу. Сейчас век ленивого декоратора, все можно купить. А если красить, то какую краску лучше использовать? Ну, разную можно использовать, вплоть до автомобильной. Вообще есть профессиональные краски. Я использую, допустим, флористические бывают спреи. Они подороже будут, автомобильные подешевле, но пахнет и сохнет дольше. То есть, если вы хотите побеспокоить своих домочадцев, то берите автомобильную. И свои рецепторы, в частности. И скажите, зато дешево. Новый год раз в году, знаете, потерпят домашние, что от елки машиной пахнет. Ну, вообще об этом нужно думать с лета. Саня готовит летом. И красить шишки лучше, конечно, летом. И собирать их, соответственно. Да, если вы такую вот краску, вонючку используете. А если говорить с точки зрения ароматизации, приятной. Ну, ведь сейчас в широком доступе искусственная ель. И при этом хочется все-таки, чтобы пахло-то настоящее, используют эфирные масла. Использую, да, эфирные масла. Используют. Но если уж хочется настоящий, купите настоящую ель, сделайте то же самое. Но только вот, как я говорила, зеленый оазис. Замочили его, также поставили. Также нарезали елку на фрагменты, зачистили. Ну, то есть вето. Вот это вот основание зачистили. Вместо искусственных будут настоящие. Да, да. А сколько по времени они будут стоять? Вот в этом оазисе. Если вы берете Нобелис. Что? Что? Нобелис. Нобелис уазисус? Нет, это я имею в виду ель, канадская ель. Ее во флористических салонах можно купить ветку. Она стоит, наверное, как самолет. Ну, не как самолет. Ветка большая. Ее также можно нарезать на композицию. Купили на подъезд, нарезали. На композицию. Ну, вы на подъезд одну веточку будете покупать. Нет, купили, и вам хватит на композицию. Можно венок. Нобелис, он хорошо стоит. Если еще азис. Венок не хотелось бы на Новый год, конечно. Рождественский венок. Мы же не говорим о ритуальном оформлении. Вот. Такие же фрагменты нарезали, также вставили. Если у вас оазис мокрый, то он долго будет стоять. А вообще Нобелис, он чем характеризуется? До 8-го до стоит января, да? Он может и до следующего года стоять, даже когда у вас сухой оазис. Но Нобелис немножко, если вот он сухой, он подсыхает и чуть цвет меняет. Но он не осыпается, как вот пихточка, которая продается. Она осыпается, там все в иголках будет. Не забыть, Нобелис оазис. Надо записать. Нобелис оазис. Так много нового. Да, 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 да. Я заклинание выучил. Так, ну, продолжаем. А что касается свечи, можно брать любую или нужно вот эти неплачущие какие-то есть? Как их называют? Свечка – это вот чисто то, что вам понравилось. Я посмотрела на это, посмотрела на это свечки, они вместе смотрятся. Все, я решила соединить их. Можно было сюда же, в эту же композицию использовать, пару свечей античных таких, высоких. Ну, парочку, если вы размещаете, точно так же проволочку туда вставляете. Тогда одну чуть дальше, другую чуть ближе. Та, которая подальше, лучше повыше поставить, тут углубить. Ну, чтобы они не смотрели скучно, да. Вот. Либо вы можете сюда поставить стеклянный подсвечник. А в него уже? Приклеить. А в него ставить уже свечку, либо плоскую вот эту вот чайную, как говорится, плавающую вот эту свечу, либо такую тоже свечу-столбик. Но тогда ее не нужно свечку вклеивать. Она догорела, вы вынули из-под свечника, и это вообще более долгоиграющая история тогда получается. Вот. Я смотрю, у вас в руках, помимо шариков и веточек, это орех настоящий? Грецкий орех настоящий, да. Просто аккуратно его разделяют пополам. Съедаем внутренности. Съедаем, да, все в пользу, в дело. Склеиваем по шву аккуратненько. Все, палочку также вставляем, вот, можем разместить в композицию. А можно опять же его золотой краской посетить? Да, можно позолотить, можно так, кому как нравится. А какие еще натуральные можно использовать? Шишки обязательно, сосновые шишки, пихты, еловые, разные, что найдете. Вот в венке у меня есть натуральные, там же и сосновые шишки, и бадьян. Бадьян, каштана там нет, бадьян есть и в желуде. Можно же использовать, не знаю, какие-то конфеты, да, что-то, если там... Конфетки хорошо на елочку подвесить, чтобы дети могли подойти, и не только дети. А повыше подвесить, чтобы дети могли подойти. Попрыгали взрослые дети, большие. Понимаешь, у нас надо заниматься спортом и расти, чтобы в следующем году, да. Так, ну, композицию будем завершать. Мандарины какие-то, да, цитрусы. Цитрусы, цитрусы, яблоки, опять же. В том числе. Сейчас мы до винегрета дойдем. Ну, кстати, да, есть же стили, в которых просто очень хорошо смотрятся натуральные материалы. Ну, я думаю, если использовать натуральные ветки от елки, как они, Нобелес, Нобелес, да, то, соответственно, можно и тогда натуральные продукты туда развешивать, в том числе мандарины, яблоки. Чтобы не портить, ты имеешь в виду. Чтобы было, так сказать, с чего начать 1 января. И что мне больше всего нравится, то есть вы в любой момент можете сказать, я художник, я так вижу, и сказать, что, собственно, оно уже... А как понять, что уже достаточно? Что достаточно, когда некуда? Соседи с ним включат по батареям. Ну, нет, нужно как-то вот, наверное, отойти, посмотреть, если где-то вам кажется слишком лысо или слишком много, вы убрали, заменили просто веточкой зеленой, ну, если вам много декора показалось. Вы, как мой парикмахер, говорите, отойти, посмотреть, если лысо, прекращать. Ну, если вот просветы видны, я имею в виду, азис просвечивает, он не должен светиться такие вот проблешины. Видна вот эта, оазис не должен быть виден, оазис, нобелес. Нобелес. Нобелеса тут нет, нобелеса тут нет, нобелес это просто новое слово. А можно поближе посмотреть? Да, конечно, сейчас минуточку, тут вот детальку добавлю. Ох уж это Лена, сейчас посмотрит поближе, потом не досчитает из шариков. Ну, в общем-то, красота. Очень, очень. Я хочу сказать, вот так с разговором. И на первый взгляд просто. Да, на первый взгляд. Сказала, что получать удовольствие можно. Я тебе даже скажу на второй взгляд. Какое релаксирующее занятие. Ну да, очень красиво. Вы великолепно смотритесь. Соответственно, я думаю, многие наши зрители подчеркнули для себя что-то, как можно очень быстро, здорово и весело сделать подарок для своих родных, близких и для своего дома. Ну, а вам мы от всей души говорим с наступающим. И спасибо, что пришли. И вас наступающим. Спасибо, что пригласили.